Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 3 января По одному из древних славянских календарей В этот период начинается неделя памяти про отцев По народному месяцу слову Петр Полукорма В этот день христиане чтут память святого Петра, митрополита Московского XIII – начало XIV веков Еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник А хозяева степенные, отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько, за дела принимались Мужик-проказник работает и в праздник, ведь у него сердце радостно поет, а голова спать не дает Да к тому же Петр Полукорма напоминал об остротечности времени, вместе с которым стремительно таяло все, что было осенью припасено В подвалах, где еще месяц назад отобили овощей, солений, вареньей, хозяйки с трудом разворачивались, к этому дню уже и на полках заметно редело, и бочки с маринадами полупустыми стояли Вскудели погреба, а в амбарах и о винах все дошло до половины То есть к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота Значит, пришла пора подсчитать оставшееся и распределить его так, чтобы до нового урожая хватило Да не забыть бы в сад заглянуть, он и в январе ухода требует 3 января было принято торкать, перелопачивать зерно Шел хозяин в амбар и торкал все зерно, проверяя, не завелись ли мыши Заделывал дыры на сусеках, большие деревянные лари, где хранилось зерно, чтобы и туда грызуны не залезли Закончив работу, мужик прислушивался к сусекам, загадывая о грядущем лете Прикладывал ухо к ларю и слушал Если оттуда раздавалось гудение, то это предвещало ненастное лето Перед выходом из амбара хозяин ломал лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна Тем самым отпугивая нечисть от запасов Девушки в этот день со своего двора не ходили Без устали с самого утречка подметали полы в амбарах и дома Да так, чтобы ни зернышко не пропустить Ведь коли намести много, будет много и счастья Наметенное зерно перемалывали на муку Варили кисель, допекли постные блины Все это нужно было съесть самой, ни с кем не делясь А кроме того, весь обряд от подметания зерна до съедания последней крошки блина Девушка должна была молчать, чтобы счастья не спугнуть А еще гадали на картофеле Для этого надо было наугад достать три картофелины и разрезать их пополам Если все три имеют внутри изъян или гниль, это к тяжелой болезни Если из трех картофелин гнилые только две, это к разладу в семье Если же только одна картофелина гнилая, то это к денежным потерям Если же в картофелине обнаружился живой червь, то это очень плохой знак Ну а если все три картофелины внутри чистые и без изъяна, то радуйтесь Это к долгой и хорошей жизни В этот день примечали В январе эхо далеко слышится, морозы крепчать будут Красное солнце на утренней зорьке сулит метель Поля без снега и в сусеке будет пусто Если же снега на полях много, то и сусеки в наступившем году будут полными И добавляли Каков Петр, таков и сентябрь А по одному из древних славянских календарей В этот период начинается неделя памяти про отцев Когда народ вспоминает о тех, кто так и не вернулся из пекла В то время, как Перун освобождал предков наших, захваченных темными силами, обманом Неделя памяти предков заканчивается в день зимнего Перуна Но вспоминают, почитают и тризны совершают И по предкам, которые погибли или пропали без вести в войнах Да и по всем своим ушедшим предкам Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья-месяцы Братья-месяцы